По просьбам монтажников строительного управления 104 передаем песню нежность музыка Александры Пахмутовой слова Гребенникова и Добронравова исполняет Данил Ишутин Что? Ладно, ребят, всем привет. Как вы, наверное, догадались, рядом с вами находится Данил Дэнди Ишутин, и это интервью. Даня, привет. Привет. Как у тебя дела? Плохо. Почему? Да ладно, шучу, хорошо. Обсудить есть много чего. К сожалению, традиционное интервью после International записать не удалось, поэтому я специально приехал во Львов записать, потому что многие ребята просили. Поговорить, как я сказал, есть много о чем, и начнем, пожалуй, с International, и пройдемся потом постепенно по всем темам. Как ты лично пережил International с точки зрения результата? Он неудачный, объективно? Или ты считаешь, что он прошел хорошо? Ну, это, наверное, самый неудачный результат, который может быть в последнем месте на турнире, поэтому плохо, но пережил нормально. То есть не было у тебя депрессии, или вот, если сравнивать с предыдущими International, что там результаты были получше, а это, объективно, самый худший результат за все Инты? Ну, плохо было, конечно, но недолго по сравнению с предыдущими International. Не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что в этот раз у нас есть Женя, который, то есть, помог справиться. Психологически? Да. Хорошо, а говоря о самих результатах, какие вы причины такого выступления? Формат неудобный, не подготовились? Всегда есть какая-то причина, которую можно назвать отмазкой. Какая отмазка есть сейчас? Мы плохо играли. Очевидно. А вы, наверняка, разбирали потом, что пошло не так. То есть фактически одна игра Switch Gaming предрешила судьбу, но по факту еще раньше у вас начались неудачи, еще в групповом этапе. Вы просто его провалили. Мы очень плохо играли. Очень плохая музыка и плохая игра. Ну, это, обычно, наверное, такого ответа ждут люди, потому что, если ты отвечаешь что-то за другое, то тебе потом пишут гневные комментарии, опять отмазки, сколько можно уже? Ну, то есть, если ты высказываешь свое мнение и говоришь, как есть, людям это не нравится. Если ты отвечаешь так, людям это не нравится. Соответственно, людям ничего не нравится. Ну, объективно, что плохо играли. Но, тем не менее, я попрошу тебя расширить. По твоему мнению, что конкретно у вас не удалось реализовать для более успешного результата? Вообще, мы не так уж и плохо играли на турнире, на мой взгляд. Но это лично мое мнение. Мы очень сильно жестко бустанули за последние три месяца, потому что команде всего три месяца. К нам пришло двое игроков, мы начали тренироваться. Когда меняются два саппорта, это вообще все с нуля обычно. То есть, по сути, у нас все было с нуля, и за три месяца мы очень жестко поднялись. Мы выиграли квалы. Потом на Дримхаке мы практически выиграли Дримхак, заняли второе место со счетом 3-2 против ВП, который, между прочим, на турнире заняли, то есть, пятое-шеестое место на Инте. Ну, это так. Ну, и на Инт мы приехали. КВ-шки перед Интом прямо уже там, в Сиэтле. Мы даже, то есть, большинство, по-моему, выигрывали, насколько, если меня память не подводит. Ну, или, допустим, мы там заканчивали игры, но уже так, на пофиг. Ну, возможно, все играли не на полную силу, но, тем не менее, играли с китайскими коллективами и набирали только уверенности в себе, потому что казалось, что у нас все шансы есть. Вот. Потом мы начали играть на самом турнире, и, во-первых, игр уже мы немного посыпались. То есть, мы начали проигрывать те игры, которые мы планировали выиграть по разным причинам. Вот. Началось много негатива у нас в команде, то есть, в общении, в коммуникации между собой. Вот. И потом он только увеличился, наращивался каждый день, и становилось все тяжелее играть. И уже последний, там, день против IG мы вообще в группе стейджа, то есть, играли как не команда, просто вот. Потом, когда был перерыв между группе стейджа и плей-оффом, мы как-то за эти 3-4 дня пытались реабилитироваться, потренироваться, пообщаться. То есть, у нас было много очень общения, мы пытались как-то что-то решить, чтобы что-то изменилось, и мы смогли играть, как раньше, в плей-оффе. Вот. Хотя за эти 3 дня мы, по-моему, практически все дни, все наши КВ-шки проигрывали. То есть, если вот в группе стейджа мы практически все игры выигрывали, то здесь мы все игры проигрывали. Вот. Я это связываю с тем, что вот моральное состояние у нас сильно подупало, вера в друг друга, возможно, ушла на тот момент. Вот. Ну и много-много-много-много, то есть, подобных таких вот факторов. И когда зашли в плей-офф играть, в принципе, и играли мы в плей-оффе лучше, чем мы играли до этого. Там в группе стейджа или на КВ-шках. Вот. Но из-за многих причин, которые я даже уже называл несколько раз, мы все-таки проиграли игру. Ну, так сложилось. Очень жаль. Можно ли сказать, что вот очень часто звучит фраза или выражение, что появляется негатив в команде, и он мешает дальше как бы успешности к этой команде. Соответственно, разбираете ли вы, почему возникает негатив, кто является источником этого негатива? Как вот вы, как профессиональная команда, с этим боретесь? Ведь наверняка же должны бороться. Конечно. Разбираем, общаемся, пытаемся решать проблемы, что, почему, как. Это абсолютно нормально. И вообще, то есть, когда есть какие-то недопонимания в команде, это тоже абсолютно нормально. У каждой команды есть какие-то недопонимания в команде, в командах. Этот турнир вообще показывает, что все команды были довольно-таки очень близки друг к другу, и любая команда могла выиграть. Мне кажется, что как раз вошли в самый топ те команды, которые более сплоченные были как коллектив, более дружные, у которых не было разладов. То есть, такие, как, например, Цедек, они очень неожиданно выселили топ-2. Мне кажется, вот как раз во многом порешало то, что они были вот как команда. То есть, команда – это как отношения, и ты часто ссоришься или дружишься, ты ссоришься, миришься, и много-много-много всего происходит, только у вас не двое, а пятеро, и это тоже усложняет процесс. И как-то это надо налаживать. Это все сложно. И я уверен, что у многих команд, которые проигрывали на этом турнире, похожие очень проблемы. То есть, те, кто выигрывают, те выигрывают, потому что у них этих проблем нет. Те, кто проигрывают, они проигрывают, потому что у них проблемы эти есть. Такие команды, как C9, Team Secret, например, тоже мне кажется из-за того, что там топовый звездный состав, очень сильные игроки, но у них были какие-то тоже между собой недопонимания, ссоры, и вот так вот они поплыли и заняли топ 5-6 или 7-8? 7-8. Топ 7-8 заняли вместе с командой MVP. То есть, вот так вот получается. Поэтому это очень сильно решает, и да, мы пытаемся решать, конечно. А вопрос был, как вы пытаетесь это решать? То есть, вы собираетесь, вы, так скажем, предъявляете претензии друг к другу в нормальном формате, чтобы это воспринималось хорошо. Как, то есть, беседы, ты говорил, что Женя поддерживает вас психологически, он пытается проработать это, или все-таки, если возникает, продолжает возникать, то недостаточно работаете? Согласен, что недостаточно? Конечно. Над всем можно постоянно работать, и всегда можно работать больше. То есть, всегда можно сказать, что недостаточно работаем над чем-то. Да, мы высказываем, то есть, мы собираемся все вместе, общаемся, высказываем друг к другу все любые вещи в лицо, потому что я считаю, что это правильно и так хорошо делать. Ну, вернее, стараемся. То есть, кто-то может, кто-то не может. Это все-таки тяжело, сказать человеку в лицо что-нибудь нехорошее, допустим, или то, что его заденет, просто потому что ты не хочешь расстроить человека или обидеть, или еще что-нибудь. Вот, потом делаем какие-то выводы и решаем, как мы будем работать дальше, и работаем дальше. То есть, мы стараемся, есть такое правильно. То есть, можно пойти разными путями, можно развалиться как команда, рассыпаться, можно разделиться на двое, можно на две части, можно кого-то позвать и так далее. Но мы стараемся принимать самые правильные решения, чтобы у каждого была попытка хотя бы как-то измениться, попытаться. Ну, вернее, по крайней мере, я так стараюсь. Я не уверен, что так все стараются в моей команде. Ну, сейчас киберспорт, вот мы наблюдаем, как он просто-таки большими шагами шагает вот в такое, не то что профессионально, а бизнес-будущее. И, соответственно, больше денег появляется, больше каких-то фишек проникает из других сфер, то есть, как в настоящем спорте, в футболе появляются тренера, аналитики, массажисты. Ну, вот, возможно, сейчас команде не хватает, знаешь, надстроек, таких плагинов, чтобы быть более успешными. Ну, вы привыкли, что вот есть пять человек плюс менеджеры, и этого хватает. Может быть, не хватает сейчас чего-то уже? Ощущения свои, скажи. Ощущения? Ну, возможно, нам не хватает действительно-таки тренера. Мне кажется, что нам нужен человек, который будет сидеть с нами во время игр, всяких КВшек и официальных в интернете, в скайпе с нами, чтобы он слушал, что у нас происходит, смотрел наши игры вместе с нами, и у него было непредвзятое какое-то мнение, потому что очень часто есть те ошибки, которые ты можешь за собой не замечать, и ты их увидишь только после очень плотного просмотра реплея, потому что каждый видит все со своей стороны, со своего экрана, а так будет непредвзятое мнение человека, который все видит глобально, и он сможет очень быстро поставить на место или подсказать где-нибудь. Нам, возможно, не хватает этого человека, но, по-моему, мы работаем в этом направлении, вот, насколько я знаю. Да, ну, опять-таки, я точно знаю, что в команде Virtus.pro на интернешнле тоже помогал некий аналитик, тренер, как минимум консультант, но если говорить о Na'Vi, если взять сейчас рынок, можно назвать 4 человека, 4-5, кто потенциально мог бы быть вашим тренером, ну, Ласта можно называть? Не знаю. Дима, Артур, Ласт, Габак. То есть два. Возможно, кто-нибудь еще. Я просто в этом не думал так плотно. Ну, а есть ли такие вообще, по твоему ощущению, люди на сцене? Вообще, это может, в принципе, здесь не надо иметь какие-то супер большие знания или понимание доты, или быть известным. Надо разбираться в игре до определенного уровня, чтобы увидеть и замечать какие-то определенные ошибки. Вот, то есть это может практически каждый, скорее всего. Вот, потому что нам, я не уверен, что нам, возможно, сильно поможет или нужен человек, который будет именно нам тактически нас качать. То есть, потому что здесь уже может быть неизвестно у кого больше знаний и так далее. То есть смогут ли люди полностью довериться этому человеку, поверить в его идею, потому что он все-таки будет гнуть свою палку и свою линию. А линия не факт, что с ней будут все соглашаться, потому что, как там Оз говорил, бывает 100 правильных решений, ты никогда не знаешь, какое из них самое правильное. Пока ты не попробуешь все, она попробует все, у тебя просто нет возможности. То есть ты должен что-то выбрать. В таких случаях ты выбираешь то, что предлагает капитан, к примеру. А когда будет тренер, будет еще дополнительное одно мнение. То есть как с этим работать и так далее, я не знаю. Капитан, капитан. Сейчас команда лишилась капитана. Ваня Арстайл, к сожалению, покинул состав. Как ты к этому отнесся? И как думаешь, возможно, Ваня не успел реализоваться? Или вот в чем причина, почему компания, организация и игроки решили, что нужно поиграть с новым капитаном? Сложный вопрос для меня. Я хотел продолжать с Ваней дальше играть. То есть если возникают какие-то проблемы, я считаю, что эти проблемы нужно попытаться решить. Ване же, мне кажется, мы все-таки не дали возможности решить какие-то проблемы или проявить себя полностью. У нас довольно-таки сложный коллектив. Очень много прессинга снаружи и довольно-таки много прессинга внутри. Но Ваня, мне кажется, все-таки проявился очень хорошо и очень сильно бафнулся сам, как игрок за эти три месяца. По крайней мере, мне так кажется. И мне с ним было очень комфортно. То есть как с капитаном, поэтому мне, например, обидно, что так получилось. Но мы так решили, приняли решение коллективное. Значит, будет видно, что дальше. Я очень надеюсь, что Ваня продолжит играть. Ну вот в той же финальной игре многие люди говорили, что он сыграл не лучшим образом. На Дазли, если не ошибаюсь. Ну как ты можешь прокомментировать вот эти моменты? Потому что фактически, знаешь, когда определяют слабое звено, как-то аргументируют ошибки. Возможно, ему не хватило опыта на этих лан-турнирах. Он, если не ошибаюсь, только в Китае и в Швеции выступал. То есть два выездных лана, а у вас опыта побольше у всех. Ну даже у Санейка, по-моему, тоже чуть-чуть больше. Ты знаешь, очень много незаслуженной критики Ваня получил после той игры. Потому что люди видят то, что хотят видеть. Люди видят в основном цифры. Люди очень плохо разбираются в доте вообще. И что самое забавное, не только зрители, но и наши уважаемые аналитики. И комментаторы и так далее и тому подобное. То есть я не пытаюсь бросить каменевых огород или что-нибудь такое. Но если грамотно, подробно рассмотреть реплей и разобраться, то, на мой взгляд, Ваня сыграл лучше многих из нас в этой игре. Просто банально, потому что он, в принципе, у него была такая роль и такой герой, где он не мог ничего делать этим героям. Особенно в той игре. Потому что враг всегда двигался в пятером. Мы всегда сплитпушили. Даззл сплитпуши не участвует. Даззл герой, которому вообще трудно себя проявить, если ты не идешь драться или пушить. То есть он, в принципе, делал, что ему позволял герой. И он не делал каких-то критических ошибок. Даже где он умирал. То есть были даже, возможно, смерти, которые нам шли на пользу. Например, один раз он умер. Он спалил смоук четырех человек, которые шли вокруг вышки. Они его убили. На нем ревильнулись. То есть это, возможно, даже плюс. Они заработали 200 монет на всю команду. А мы зато избежали смерти какого-то корового героя. И они потратили на это смоук, время и так далее. Во многом критика чересчур агрессивная. То есть говорят про какой-то крей в конце игры. Еще чего-то, который вообще абсолютно ничего не решал, потому что игра уже закончилась. То есть он бы ничего не изменил, этот грейв, на кого бы он не был повешен. Зато было куда более критичные ошибки у нас. У четырех других игроков. Которые, если рассмотреть трепой, это можно увидеть. Поэтому обвинять Ваню в поражении, это то, чем занимаются наши уважаемые аналитики, комментаторы и так далее. Просто, не знаю, кормят свое эго и давят других. Ну вот ты затронул очень такую интересную и наверняка уже будет после этого интервью острую тему. То есть когда аналитик или комментатор выражает свое мнение, оно субъективное, но его смотрит очень много людей. Соответственно, если человек сам ошибается в чем-то, это все распространяется на комьюнити, и этот хайп потом поднимается в комментариях. И, как ты выразился, люди начинают делать незаслуженную критику. Как думаешь, как тогда с этим можно бороться? То есть, я не знаю, возможно, игрокам больше общаться с комментаторами или уровень комментаторов и аналитиков улучшать. Как вот из этой ситуации выходить? Я не знаю. Надо более быть позитивными, дружелюбными и комментаторам, и аналитикам. Если они даже видят какие-то косяки, не обязательно сразу агрессивно выстреливать, потому что у каждого есть своя фан-база, у каждого есть люди, которые поверят слову этому человеку. То есть, грубо говоря, можно сказать, что этот человек может манипулировать людьми. То есть, он скажет этот плохой, будет говорить этот плохой, он скажет этот хороший, будет говорить этот хороший. Но это его субъективное мнение, и он, возможно, как ты говоришь, не всегда прав. То есть, в данном случае самый правильный. И это очень плохой пример для комьюнити тоже, потому что, когда ты говоришь плохое о ком-то, люди начинают тоже говорить плохое о ком-то, и очень много негатива в воздухе. Вместо того, чтобы сказать о ком-то хорошее, еще о ком-то хорошее, люди говорили о хорошем. То есть, подавать пример молодому поколению, молодому комьюнити, который приходит в доту, их все больше и больше и больше, что вот так вот правильно себя вести, позитивно. То есть, тогда, возможно, и люди во многих сферах будут меняться в положительную сторону, а не в негативную. У нас же, то есть, СНГ-менталитет, погнобить друг друга это святое дело, и вот отсюда подобные вещи и строятся. Раз уж затронули эту тему, можешь вкратце сравнить стиль комментирования англоязычных, вот кастеров, аналитиков и русскоязычных. Ну, давай, ты уже про русскоязычных сказал, просто охарактеризуй англоязычных, чтобы люди понимали разницу. Мне кажется, что англоязычных… Извини, или у них также есть такая проблема? У них, у всех есть такая проблема, просто у наших точно она намного больше, намного агрессивнее и сильнее. Вот, англоязычные, мне кажется, все-таки чуть более профессиональный у них подход, чем у наших, если слушать, возможно, ну, то есть, и то, как я понимаю, английский, или как я себе его перевожу, возможно, я и где-то ошибаюсь, вот, но, по крайней мере, мне так кажется, что все-таки более профессионально, толерантно, да, англоязычные комментаторы относятся ко всем, чем русскоязычные. Спасибо. Вопрос, возвращаясь к Ване, вот мы до интервью с тобой немножко общались, ты упомянул, что Ваня вообще вот на этом интернешнле немножко переквалифицировался. Он, в принципе, ну, не чистый суппорт, и тем более, вот, не суппорт, которому нужно терпеть, то есть, он там собирает айтемы, ну, что-то выфармливает. Соответственно, может быть, тоже роль немножко была вот у него не совсем его? Ну, это очень сложный, непонятный вопрос, то есть, если взять Ванину карьеру, или, то есть, то, что мы раньше, допустим, даже на первом интернете играли, Ваня практически никогда не играл с суппортами. В основном он играл какими-то танками, то есть, пушерами. Тем, кто наводит какой-то шорох и движуху, он бегал, создал кучу экшена, заставлял людей его фокусить, всегда разводил на сплы, собирал там айтемы на хп, очень, то есть, это было зрелищно, круто за этим наблюдать. Вот, он очень круто, то есть, играл на всяких ченах, энчантрис, найт сталкерах и так далее и тому подобное, то есть, в таких героях. Вот, когда он пришел к нам, ему уже надо было сесть на суппорта, что, в принципе, уже довольно-таки, то есть, своеобразно для него. Но у нас очень неплохо получалось, он ходил там на хардвейн с Глебом, они домой ходили, ходил в лес тоже на чен, энчантрис, наводил тоже много шороху и так далее и тому подобное. Но потихоньку, потом мы переквалифицировались, они немножко с Акбаром начали меняться, вот, и мне кажется, что на Инте Ваня все-таки процентов 70 игр или даже 80 играл, то есть, более таким фулл-суппортом, вот, хотя Акбар тоже ему очень много помогал, вот. И часть каких-то игр тоже Акбар был фулл-суппортом, вот. Но в основном, то есть, Ваня, скорее всего, играл фулл-суппортом на Инте и это, в принципе, не то, где он может себя проявить, потому что в пятой позиции фулл-суппорта, в основном, очень часто такие герои или роль, где ты должен выбирать грамотную позицию, быть очень выдержанным, спокойным, то есть, выбирать правильный момент, за кем-то постоять, куда-то там вовремя прийти. Но это не тот герой, который будет бегать, наводить движуху, шорох, экшен создавать, то есть, где-то на карте провоцировать что-то, стягивать врагов и так далее. То есть, зачастую это, ну, то есть, не те герои, вот. Соответственно, Ваня на Инте играл, то есть, не в своей тарелке, как мне показалось, то есть, по моим ощущениям. Поэтому он, возможно, не смог себя проявить более, чем он бы мог. Хорошо. Место капитана, место пятого игрока сейчас вакантно. Опять-таки, может ли ты, может, знаешь, кто у вас будет, может быть, еще не знаешь. По сути, вам нужен капитан или у вас будут какие-то внутренние перетурбации? По сути, нам нужен, возможно, капитан, хотя, в принципе, я думаю, что Якбар бы вполне смог справиться с этой ролью, потому что он очень активный в игре, он очень много говорит, у него свое тоже видение игры. Вот, он очень сильный игрок, и я думаю, что если при правильной поддержке нашей, он бы смог спокойно справиться, возможно, с этой ролью. Вот, поэтому, в принципе, не обязательно. Ну да, я знаю, что и как будет дальше. Хорошо. В принципе, интервью уже выйдет, скорее всего, после анонса. Ты уже можешь сказать, кто это будет, и свои ощущения по поводу вот этого человека. Это будет PSM. Я на данный момент того времени, когда мы записываем интервью, мало что знаю про PSM, но я успел с ним только немного пообщаться в скайпе. Это предложение ребят, ребята с ним, за ним следили, кто-то с ним там успел, возможно, даже поиграть, или кто-то за ним конкретно следил. Вот, они в него верят. Соответственно, я пообщался с этим человеком, мне очень произвело впечатление хорошее, очень адекватный, грамотный. Видно сразу, что с лидерскими задатками, и я уже готов посмотреть, что будет в игре. Откуда он к вам пришел? Я не знаю, откуда. Он играл в Yellowstone Marine или не играл? Вроде играл. Ну, видимо, получается так люди становятся заметными, то есть команда тоже, люди и команды, очень неплохо выступили они на квалификациях, и, соответственно, как бы человек стал заметен. Примерно, наверное, так можно пробиться в киберспорт. Ну, вот продолжая вот всю эту тему, которую часто всегда спрашивают, как попасть. Ну, в топовые коллективы, топовые коллективы очень редко и очень маловероятно будут рисковать и брать какого-то новичка, которого еще никто нигде не видел или, допустим, не пробовал в более слабых командах до этого. Вот, потому что, ну, это слишком большой риск, и он зачастую неоправдан, просто у топовых коллектива нет на это права, потому что слишком много людей, публики снаружи ждут результатов, моментальных результатов. Неважно, кого ты возьмешь, когда ты возьмешь, сколько вы тренируетесь, если результатов не показываешь, то тебя сразу, там, гнобят, твою команду не любят, хейтят, ненавидят и так далее. Соответственно, вот, топовые коллективы вряд ли будут брать новичков, только если уже совсем прижмет и некого, и некого больше позвать. Вот, то есть для пробы уже тогда начинается. А так, это вот такой переходящий момент, то есть берут тех, кто уже где-то успел себя проявить, в каких-то чуть-чуть более слабых коллективах, допустим. Вот, PSM очень круто в Yellowstone Marine себя проявил, они прошли Open Club полностью, и до этого, то есть, насколько я слышал о нем хорошие отзывы, хотя я за ним никогда не следил и не смотрел, как он играет. Ну, понятно, ты наверняка больше концентрировался на своей игре. Как думаешь, сыграется команда вот с человеком, ему сейчас 28 лет, если я не ошибаюсь, Акбару 18 или 19, 18, по-моему. Соответственно, вот, разница в 10 лет, обычно вот по этике нужно, если разница больше, чем 10 лет, нужно называть человека на вы. Как думаешь, ну, как бы получится сыграться? Простите меня, Олег, я не сразу понял, как я вас должен называть. Намек тебе. Вот, я, если честно говоря, даже не знаю конкретно, сколько кому лет, и мне, в принципе, абсолютно все равно, кому сколько лет. Я вообще эту тему с возрастом очень недолюбливаю, и это, опять же, исходит от наших аналитиков, и не только. То есть, я промолчу про это, не буду говорить, хотя бы мне есть что сказать. Почему говори? Ну, не хочу выносить негатив на публику. Возраст не имеет никакого значения, это все зависит напрямую от людей, от того, насколько они готовы себя отдавать этому, сколько у них свободное время, насколько они готовы этим временем жертвовать, насколько сильно они готовы работать, и так далее, и тому подобное. У молодых же, то есть, они более обезбашенно относятся к времени, у них там нет семьи, нет каких-то таких вот проблем снаружи, им не нужно думать о построении, там, не знаю, дома, еще чего-то, то есть, они более молоды. У более старших же очень много появляется вот этих вот всех раскладов, возможно, меняется интерес, а если интерес не меняется, то доте тебе уже делать нечего, вот, потому что ты должен полностью отдавать себе процессу. Вот, вот, ну, для меня это, в принципе, вся разница. Я могу еще более, там, подробно, долго рассказывать, об этом и рассуждать, но я просто сократил. Хорошо, спасибо. Вопрос относительно решаффлов всех, которые сейчас происходят, ну, не только у вас, а вообще на всей сцене. Считается, что прямо на интернетшнале, уже после того, как у команды начинаются плохие результаты, люди, игроки начнут присматриваться друг к другу и делать какие-то, там, будущие команды создавать. Возможно, ты замечал на Инте, что, вот, там, два игрока уже ходят вместе, и, а, вот, они будут играть вместе, ну, или что-то подобное. Если, или, может быть, была какая-то комната, где все игроки, они знакомятся друг с другом, начинают играть. Как ты, вот, видишь, ну, ситуацию с решаффлами сейчас на Инте, проявлялось ли это или нет? Да, проявлялось, наверное. Я особо не следил, мне было как-то неинтересно. Вот, я вообще негативно отношусь к решаффлам, только тогда, когда это уже очень надо тогда. Вот, я особо не следил, мне нечего сказать. Хорошо, у меня есть вот несколько составов, хотелось бы услышать твое мнение по поводу изменений в тех или иных командах и, соответственно, проанализировать текущие составы. Как ты относишься к новому составу Team Secret, который собрал PBA? Ну, довольно-таки удивленный, удивил меня этот состав, то есть, неожиданно было для меня увидеть этих игроков в команде Team Secret с Климентом, вот, но это его абсолютное дело, я не знаю, то есть, я надеюсь, что у него все получится с этими ребятами. Очень интересный состав, будет интересно посмотреть, что они смогут показать, как они смогут себя проявить. Альянсы вернулись, ну, их можно назвать уже новые старые альянсы, вот, там собралось много таких олдскульных игроков, как думаешь, старички вот затащат, выстрелят, как относишься к новым альянсам? К новым альянсам отношусь позитивно, я думаю, с S4 у них может опять, они могут опять загореться и заиграть, кто их знает, у них, мне кажется, уже довольно-таки домашняя атмосфера у этих ребят, у тех, кто там играет. Я думаю, все шансы у них есть заиграть хорошо. Победитель этого интернешнала команда EG. Для многих был, как бы, такой шок, команда, которая выиграла первое место, меняет игрока, с одной стороны. С другой стороны, опять-таки, как ты сказал, у команды есть внутренние мотивы. Как ты отнесся к тому, что Ауи был кикнут и вернулся Артизи? Для меня это было огромным удивлением, и на самом деле я отнесся негативно, не потому, что вернулся Артизи, вот, я знаю, что он очень сильный и очень хороший игрок, а просто потому, что убрали Ауи, потому что он мне оказался тоже довольно-таки сильным и хорошим игроком, но, опять же, то есть это рассуждение извне, я не знаю, что происходит внутри, поэтому, то есть это абсолютно мое мнение, которое ничем не обосновано, вот. Мне кажется, что не факт, что команда станет играть намного лучше без Ауи, или же, то есть, все может быть как угодно, они могут как и заиграть лучше намного, быть непобедивыми, а могут, возможно, и хуже заиграть, потому что все-таки Фир сменит роль, там, с керри на суппорта, это тоже займет какое-то время адаптироваться, и, то есть, когда меняются игроки, меняется все, даже когда меняется один игрок, то есть это абсолютно заново новое построение команды. Справятся они с этим хорошо или плохо, время покажет, возможно, они будут одних самых непобедимых, то есть, западных команд. Ты наверняка читал блог Питера Даггера, PPD, в котором он объяснил причину, что Ауи очень токсичный. Много ли токсичных игроков сейчас на прост-сцене? Какой интересный вопрос у тебя. Я считаю вообще, что так писать нельзя и выводить такие вещи на публику нельзя, ссоры здесь бы не выносят, и мне это, если честно, очень не нравится, вот, то, что происходит, в основном это происходит от более молодого поколения дотеров, вот, потому что у нас, тех, кто играет там по 8-10 лет вместе, и друг с друг другом мы на всяких лигах играли, сто лет друг друга знаем, на кучу ванных съезжались, у нас взаимовыражение какое-то идет, и реально, то есть, это неправильно, я считаю, выносить ссоры здесь бы, такого быть не должно, вне зависимости от того, что, как и почему, вот, но это абсолютно, опять же, их дело, то есть, как они поступают, их решение, вот, насчет того, что Ауи токсичен или чего-нибудь такого, я понятия не имею, ну, у всех абсолютно разные характеры у людей, вот, и если, то есть, как-то ты эти характеры стакаешь в команде, и команда за счет этого начинает или выигрывать, или проигрывать, или играть лучше и хуже, вот, и только время сможет показать, что к чему, так что, ну, ничего не могу сказать про токсичность, и сколько еще таких токсичных игроков на прос-сцене, звучит забавно для меня, если честно, это. Ну, согласен, что это очень сильный шаг после победы на Инте убирать, ну, фактически рабочий состав. Да, это очень хладнокровное решение, и, возможно, в этой ситуации, действительно, то есть, это было неизбежно, то, что PPD нужно было что-то хотя бы сказать публике, потому что, то есть, все были в недоумении, то есть, я тоже был в недоумении, и этот блок, он, как бы, что-то мне показал, но это можно было, возможно, сделать более мягкой манере, то есть, не, а не так прямолинейно, хоть он, возможно, и говорил правду, и, возможно, так и есть, но это очень сильно руинит, то есть, даже карьеру того самого игрока, вот, потому что, опять же, у каждого игрока есть фан-база, комьюнити, которая поверит его словам напрямую, и потом, то есть, то, чем мы говорили, да. Человека просто гробят, да, то есть, его закапывают заживо, ни с того, ни с сего, он этого абсолютно не заслуживает, я считаю, тем более, что они выиграли с ним интернешнл, то есть, так неправильно, это также ситуация, как с Курокей и Артизией в интернете, вот, то есть, мне это тоже очень не нравится, то, что происходило там. Можешь подробнее сказать, что там произошло между Артизией и Курокей, и был ли, ну, этот конфликт возникал, или он уже на своем интернешнле, или это просто в интернете? Я, честно говоря, ничего не знаю, конкретно о конфликте я тоже мало что знаю, то есть, то есть, чего я читал, это, опять же, в открытую начали люди друг на друга что-то писать в интернете, что я считаю абсолютно неправильным, и такого быть не должно, это очень плохой пример для комьюнити, вот, и Куру не заслуживает того негатива, который он там получил в свою сторону после этого, потому что, ну, во-первых, то есть, я с этим человеком еще в 2008-м я его был вообще жесткий фан, или даже в 2007-м, я точно не помню, вот, я следил за его играми, то есть, очень хотел играть с ним в команде, я реально его прозревал от того, что он там показывал в игре, для меня он был, то есть, вообще нереальным игроком, вот, потом я с ним поиграл в команде, там, возможно, у нас даже не все хорошо вместе пошло в той команде, не говорю, что с Куроки, а вообще, то есть, вот, потом я играл там в ТТС, еще где-то потом мы сошли с ним, опять же, в Na'Vi, да, и вот за два года, которые мы играли вместе, да, у нас там были и ссоры, и взлеты, и падения, и мы выигрывали, и проигрывали, но сказать что-то плохое о человеке я не могу, то есть, человек очень хороший, позитивный, и, то есть, не то, как там кто-то о нем говорит, что он там на публике один, в игре другой, то есть, да, на публике он ведет себя более скрытно, не то, что скрытно, а правильно, то есть, то есть, он отвечает для людей, то есть, для общественности, для комьюнити, этично, хорошо, пусть будет так, вот, а так он абсолютно нормальный парень, и у меня с ним, вот, я бы с ним мог спокойно продолжать играть, у меня каких-то с ним жестких конфликтов не было, вот, за эти все два года, вот, у него своеобразный характер, но он, я не помню, что делал мне какой-то негатив, хоть когда-либо, он всегда ко мне хорошо относился, и мне с ним было, в принципе, комфортно играть. У нас, возможно, было много недопониманий именно конкретно по игре или в игре, но вне игры, то есть, у меня с ним было абсолютно нормально, поэтому я считаю, что он не заслужит ни в коем случае того негатива, который он получил в комьюнити. Хотелось бы обсудить твою роль на карте. В одном из интервью ты когда-то говорил, что играешь на мидлейне, потому что это очень важная с точки зрения стратегии, ну, точка, и у тебя много воздействия по всей карте. Соответственно, не кажется ли тебе, что у Керри тоже не меньше возможностей, и задумывался ли ты, чтобы поменять свою роль? Возможно, Керри. Суппорт вряд ли, хотя, ну, выскажи свое мнение. Готов ли ты и думал ли ты об этом поменять свою роль? Я тоже это устал слушать от наших аналитиков, про идеальные суперсоветы, про то, что до Индии иди на суппортах, хватит уже, дай дорогу молодым, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но, тем не менее, вот, если бы эти аналитики смотрели, что происходит, то есть в играх на Интернешнле более четко, на той же Центральной Линдии, то я не вижу, чтобы я где-то, то есть если я почувствую, что я где-то проигрываю молодым или что-нибудь такое, тогда, возможно, я задумываюсь о таком. Так как я не проиграю, а зачастую и, скорее всего, выиграю, это, на мой взгляд, мое субъективное мнение, возможно, оно эгоистично, и я не прав, то я не вижу смысла, почему я должен этого делать. А если не по принуждению, то есть не из-за необходимости, ну, вообще, рассматривал ты когда-то такой вариант, может, тебе некомфортно, или ты считаешь, что есть люди, соответствующие, как ты говоришь, своим позициям, и поэтому керри должны быть у тех более стойких? Я уже раньше, когда ты играл на суппортах, насколько я помню, и на роуминг всяких героях тоже катал, на керри я тоже изредка где-то мог сыграть. А так мне очень нравится, то есть, миллайн, мне очень нравится то, что сколько всего я могу делать, что у меня получается делать, чему я могу научиться, то есть это нескончаемый процесс учебы, я получаю удовольствие от игры, и мне просто не хочу никуда на другую роль. Вот. Возможно, в каком-то далеком будущем я где-нибудь сверну. Спасибо за ответ. Хотелось бы поговорить еще немножко об интернешнале. Если сравнивать, ну, традиционный вопрос, сравнивать интернешнл в этом году и в прошлом, в чем разница, и что тебе понравилось или не понравилось? Мне, в принципе, понравилось все. В этом такой же ответ, извините, ты сказал примерно в прошлом году. А мне не на что жаловаться. Я вообще не хочу жаловаться в интервью хоть на что-либо, что делают вал для нас, потому что они нам создают такую жизнь, которой можно только мечтать, и приносят нереальное количество счастья и радости, то есть всем и комьюнити, и игрокам. То есть жаловаться еще на них добавок, но это уже слишком, то есть это уже какое-то нахатьство получается. А если конструктивная критика? Если конструктивно, то они учли очень много факторов с прошлого года, при том, что казалось, что уже в прошлом году нечего, то есть невозможно что-то учесть. И очень кучу всего поменяли, то есть уже чтобы совсем было очень хорошо и комфортно. Единственное, что возможно… Интернешнл превращается в более профессиональную атмосферу, то есть у нас теперь были комнаты, номера, в которых у нас были компьютеры, в любое время дня и суток мы могли тренироваться и всякое такое. В прошлый раз, допустим, у нас был так называемый компьютерный клуб, где было много компьютеров все вместе, там все просто играли, развлекались, проводили время вместе, но, видишь, это менее профессионально, правильно? Потому что, во-первых, ты там не можешь играть в КВ-шки, ты там не можешь показывать что-то, палить стратегии, тренироваться, но более фаново, да. То есть там было просто, грубо говоря, поле для разминки. Здесь же у тебя уже реально более профессиональный подход. Валв сделали все для нас, что в этом плане. Но это, то есть наши были, опять же, требования и пожелания. Но, тем не менее, у меня очень много хороших впечатлений, не впечатлений, а эмоций и так далее. Сохранилось с прошлого винта по поводу всякого этого компьютерного клуба и так далее. Было весело. Что удивило на этом интернешнле? Что удивило? Удивили результаты команд сильно. Но на самом деле, с одной стороны, удивили, с другой стороны, то есть мне кажется, что я знаю причины, почему так. Поделишься? Нет. Хорошо, мы узнаем это в следующем интервью. На своем интернешнле ты записывала серию интересных личных видеоблогов. Была видна творческая составляющая, режиссура даже была некоторая. Соответственно, сейчас перерыв, понятно, был отдых. Планируешь ли ты вообще продолжать записывать такие личные блоги для своих фанов? Конечно, планирую. Режиссура и все остальное – это не ко мне, это все делал мой друг. И большое ему спасибо за это. Он молодец. Да, было весело. Делал для людей без каких-либо целей. Просто. Хорошо, у меня есть несколько вопросов от твоих фанов, которые писали вопросы на сайте Na'Vi. Я оттуда нагло украл несколько, но прежде давай еще поговорим о All-Stars матче. Ты не был в первоначальном составе, как так случилось, что ты будешь в этом костюме пуджат? То есть чья-то задумка? Задумка Valve, наверное. Мне предложили, я согласился. Так все получилось. Было жарко в этом костюме? Было очень жарко в этом костюме. О чем вы говорили с Пупеем в рамках этого шоу-матча или просто regular token? По-моему, в этот день Team Secret проиграли, если я не ошибаюсь, утром. Поэтому я на самом деле удивлен, что Пупей был в таком расположении духа, он нигде не показывал расстройства и так далее. Потому что в прошлом году, например, мы проиграли и в тот же день был тоже All-Stars матч, я играть этот All-Stars матч на веселье никаком не мог. Поэтому было очень сложно. В этом году Пупей мне показался очень веселым, мы с ним там что-то общались, веселились. Ничего такого, было весело. Помимо All-Stars и вообще фана, продолжаешь общаться с Пупеем? Какие у вас отношения сохранились? Хорошие? Да, у нас никогда не было каких-то супер больших ссор или чего-нибудь такого. То есть у меня с ним всегда были нормальные отношения. И мы, в принципе, общались только на турнирах. Вот сейчас даже и вне турнира тоже чуть-чуть общаемся. Понял. Такой слабый-слабый намек на то, что вы его рассматривали в свой состав. Нет? Он не ушел, скорее всего. Хорошо, Даня, осталось несколько вопросов. Сейчас спать. Подожди еще немножко. Вопросов от твоих фанов. Один из них как раз-таки касающийся твоего друга, который тебе помогал. Наверняка. Опиши одного из своих близких и то, за какие качества ты его ценишь. Близких – это кого из родных? Друзей. Да за все. Я очень люблю своих друзей. Безотказные, всегда помогут. Очень хорошие. Искренне? Искренне, конечно. Желают мне только счастья и добра. Я им желаю того же. Хорошо. Почему бы таких друзей, ребята? А у вас нет друзей? Может, ты будешь другом? Нет. Почему? Нет друзей. Ладно. Даня, наверняка обидно. Мне не обидно. Без друзей, ну какая разница? Ну, не обидно. Не обидно. Хорошо. Следующий вопрос от друга твоего. Даня, ходят слухи, что ты стал отцом. Интересно, как ты думаешь дальше совмещать таких два непростых, две непростые обязанности? Роль отца и роль мидера? Да. Вот такой вопрос. Да справлюсь, что между играми есть всегда перерывы, там, туда-сюда. Пеленки поменять. Ну да. Понял. Хорошо. И вот еще один очень важный вопрос. Данил, знаешь ли ты, что некоторые профессиональные актеры после выполнения своей роли не могут выйти из образа? Ну, как бы застревают в мире их персонажей и сходят с ума. Все мы знаем, что ты вот бросаешь невидимые хуки, кушаешь ультой ребят. Так написано. А последний шоу-матч можно было вообще назвать театром одного актера. Я, как начинающий актер, хотел бы знать, какими приемами ты пользуешься для того, чтобы и по сей день оставаться Данилой? Надо по утрам просто морковку кушать и водой пить 2 литра в день. Это формула успеха от Дани. Данил, я благодарю тебя за это интервью. Спасибо большое. Ну, можешь сказать еще что-то. Бом-бом. Всем пока.